Сундучок историй сказки на ночь Тихая сказка Самуил Маршак Эту сказку ты прочтешь Тихо, тихо, тихо Жили-были серый еж и его ежиха Серый еж был очень тих И ежиха тоже И ребенок был у них очень тихий ежик Всей семьей идут гулять ночью вдоль дорожек Еж-отец, ежиха-мать и ребенок-ежик Вдоль глухих осенних троп Ходят тихо топ-топ-топ Спит давно народ лесной Спит и зверь И птица Но во тьме В тиши ночной Двум волкам не спится Вот Идут на грабежи Тихим шагом волки Услыхали их ежи Подняли иголки Стали круглыми, как мяч Ни голов, ни ножек Говорят, головку спрячь Съешься, милый ежик Ежик съежился Торчком поднял сотню игол Завертелся волк волчком Заскулил, запрыгал Лапой толк, зубами щелк Окуснуть боится Отошел хромая волк Подошла волчица Вертит ежика она У него кругом спина Где же шея, брюхо, нос И оба уха Принялась она катать Шарик по дороге А ежи, отец и мать Колют волчьи ноги У ежихи и ежа Иглы, как у елки Огрызаясь и дрожа Отступают волки Шепчут ежику ежи Ты не двигайся Лежи Мы волкам не верим Да и ты не верь им Так бы скоро не ушли Во своясе волки Да послышался вдали Выстрел из двустволки Пес залаял И умолк Говорит волчице Волк, что-то мне не можется Мне бы тоже съежиться Спрячу я старуха Нос и хвост под брюхо А она ему в ответ Брось пустые толки У меня с тобою нет Ни одной иголки Нас лесник возьмет живьем Лучше вовремя уйдем И ушли Поджав хвосты Волк с волчицею в кусты В дом лесной вернутся еж Ежик и ежиха Если сказку ты прочтешь Тихо, тихо, тихо Домовенок и медведь Жил да был На краю леса В маленькой избушке Не зверь, не птица А домовенок смешной Как-то раз Сидел домовенок На заваленке И считал снежинки Снежинок было очень много Поэтому домовенок Все время сбивался со счета Домовенок, домовенок В лесу беда Застрекотала сорока Медведь не спит А ему пора, пора уже Покатился домовенок К медвежьей берлоге Заглянул в окошко И правда Медведь Сбоку-набок Ворочается Ворчит А заснуть Никак не может Надо кота Баюна звать Решил домовенок И поспешил к коту А кот Баюн Лежит себе на печке Да пряники грызет Ты что, домовенок Снег на улице Мороз Куда ж я В лес В такую пору пойду Нет Я лучше дома В тепле До сытости полежу Так медведь-то Рассердится Если не заснет Да начнет По лесу шастать Глядишь И в деревню придет Помоги Кот А я тебе Молочка принесу Ладно Мяукнул кот Твоя правда Суров медведь Неси молоко Тогда схожу Убаюкаю его Побежал домовенок К буренке Буренушка Хозяюшка Беда у нас Медведь не спит Надо его убаюкать А кот Баюн Молока просит Без него Колыбельную петь Ни за что не хочет Ладно Дам Молока Кивнула буренка Только ты мне Сено Принеси У коня Есть Да он мне Не дает Помчался Домовенок К коню Конь буланный Грива шелковая Копыта Быстрые Дай нам сено А то буренка Без сена Молока не дает Кот Баюн Без молока Песню Медведю Не поет А медведь Без песни Никак заснуть Не может Дал конь Домовенку Сено Домовенок Сеном Корову Угостил Корова ему Молочка Целый Кувшин Налила И поспешил Домовенок Коту Баюну Выпил Кот Молоко Усы Вытер И побежал Медведя Убаюкивать А медведь Ревет Совсем Осерчал Спать хочет А заснуть Не может И начал Кот Баюн Под окошком Свою песню Мурлыкать Ты медведь Ты медведь 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 Перестань Реветь Замели Снега За окном Пурга На дворе Метель Ты ложись В постель Темный лес За горой Ты глаза Закрой Не горят Огни Сладкий Сон Мани Послушал Медведь Послушал Да и заснул До самой Весны Сказка Про кроватку Жила Была Кроватка У нее Было Розовое Цветочек Одеяльце Мягкая Белая Перинка И Желтая В горошек Подушечка А еще У кроватки Была Очень Капризная Девочка Девочку Звали Анечка Как только Приходило Время Ложиться Спать Анечка Начинала Твердить Не хочу В кроватку Не пойду Спать Принималась Плакать И даже Топала Ножками А кому Понравится Такое Отношение С каждым Вечером Кроватка Грустила Все Больше И Больше И Однажды Решила Окончательно Не нужна я Анечке Уйду Куда Глаза Глядят Вернее Куда Ножки Идут Ведь Это Так Печально Когда Тебя Не любят Сказано Сделано Дождалась Кроватка Пока Бабушка Ее Заправит И выйдет Из комнаты А потом Шмык И Сама За Порог Ножки Одну За Другой Переставляет Торопится Вышла Кроватка На Улицу А Куда Идти Не Знает Но Это Не Беда Ножки Ее Сами По Тропинке Повели И Привела Тропинка Кроватку В лес А там Деревья Стоят Высоченные Шумят Птицы Светки На Ветку Порхают Поют По Земле Звери Разные Бегают Каждый Своим Делом Занят Ох Вздохнула Кроватка А мне То Как Быть Может Попробовать Найти Себе Нового Хозяина В лесу Не Успела Кроватка Подумать Об этом Смотрит Навстречу Ей По Тропинке Муравей Ползет Соломинку Тащит Муравей Послушай Тебе Кроватка Не нужна? Тот Даже Свою Ношу От Удивления Выронил Да Как Рассмеется Что Ты Я Ведь В Муравейнике Живу У Меня Там Прекрасная Постель Из Еловой Хвои А Кроватям Муравьи Непривычные Да Ты Для Меня Велика Слишком Поищи Себе Другого Хозяина Вздохнула Кроватка Потопала Дальше Слышит Кто-то В кустах Сопит И Пыхтит Подошла Поближе Надо же Медведь В малиннике Сидит Ягоды Ест Миш А, Миш Тебе Случайно Кроватка Не нужна? Без Надобности Отрезал Медведь Погладил Себя По толстым Бокам И покачал Головой Я же Тебя Раздавлю Мне Сподручней В берлоге На ветках И мхе Может Кому Другому Сгодишься Кроватка Расстроилась И побрела По тропинке Дальше Задумавшись Она чуть не наступила На бельчонка Эй Осторожней Возмутился тот Прости Пожалуйста Я Просто Никак Не могу Найти Себе Хозяина Может Тебе Пригожусь Ух ты Бельчонок С удовольствием Запрыгнул На спинку Кроватки Пробежался По одеялу И свернулся Клубочком На подушке Мягко Так И просторно Не то что У нас В дупле Рыжик Вдруг Послышалось Откуда-то Сверху Хватит Баловаться Марш Домой Извини Сказал Бельчонок Мне пора Мама зовет Ты просто Замечательная Но На дерево Тебе не залезть Да и в дупле Ты не Поместишься Бельчонок Молнией Взлетел На сосну И пропал В густых Ветвях Кроватка Растеряно Остановилась Посреди Лужайки Тропинка Закончилась Вокруг Плотной Стеной Стояли Деревья Кроватка Вдруг Почувствовала Как сильно Устали Ее Непривычные К ходьбе Ножки Вспомнила Как долго Она уже Бродит По лесу Что Скоро Наступит Вечер А за ним Ночь И Горько Горько Заплакала А в это Время Девочка Анечка Напившись Душистого Чаю С вкусным Печеньем Вошла К себе В комнату Но Когда Анечка Уже Начала Было Конючить Не хочу Спать Не пойду В крово Но Вдруг Остановилась Замерев На полусловие Кроватки Не было Анечка Внимательно Осмотрела Каждый Уголок Комнаты Заглянула Под шкаф В ящик Для игрушек И даже Задрав Голову Задумчиво Изучила Потолок Все Напрасно Кроватка Пропала А вместе С ней Исчезли Розовые Одеяльца Белая Перинка И Желтая Подушечка Как же Я спать Буду Воскликнула Анечка Внезапно Она Поняла Что Ей Ужасно Хочется Спать Прямо Глаза Слипаются Больше Всего На свете Желала Бы Она Сейчас Очутиться В своей Уютной Маленькой Кроватке Но Где же Ее Отыскать Анечка Выглянула Во двор На тропинке Отпечатались Необычные Квадратные Следы Они Вели В лес Забыв Про сон Девочка Поспешила Туда Ветки Цеплялись За ее Одежду Корни То и дело Норовили Подставить Подножку Нельзя Гулять Маленькой Девочке Вечером Одной Так далеко От дома Но Анечка Все шла И шла Озираясь Вокруг И звала Кроватка Милая Где ты? Вдруг Она Услышала Чьи-то Всхлипывания Анечка Заспешила Вперед И Выбежала На лужайку Там Одна Одинешенька Стояла Ее Маленькая Кроватка И Горько Плакала Девочка Запрыгнула На перинку Обняла Подушечку И Сказала Милая Кроватка Наконец-то Я Тебя Нашла Пойдем Домой Пожалуйста Кроватка Всполошилась Анечка Одна В лесу Так Поздно Нужно Сейчас Отвезти Домой Маленькую Девочку И Конечно же Кроватка Перестала Плакать И Даже Улыбнулась Ведь Это Так Приятно Когда Есть О ком Позаботиться Полуночница Сова Сидела На Высокой Ветке И Изумленно Крутила Головой Не Не Каждый спала маленькая девочка. Ей снился удивительный сон про торопливого муравья, ленивого медведя и непоседливого бельчонка. Вы же знаете, самые интересные сны снятся, когда спишь в своей любимой кроватке. Про Машу, Медвежонка и Звездочку. Однажды ночью Медвежонку не спалось. Он ворочался сбоку-набок и ждал, когда же придет сон. А сон все не шел и не шел. Папа с мамой давно спали, а он все вздыхал и смотрел в окно. И вдруг за окошком что-то сверкнуло, да так ярко, что стало светло, как днем. Удивился медвежонок и выбежал на улицу. А на опушке то ли костер горит, то ли вообще луна упала. Посмотрел медвежонок на небо. Нет, луна на месте висит. Может быть, это пожар? Начал он шуметь, да на помощь звать. Прибежали зайчата, лисята, волчата, ежата. И даже Машенька из деревни прибежала. Смотрят они все на яркий свет, а на поляну идти боятся. Ладно, решилась наконец Машенька. Я пойду посмотрю. Но ты, медвежонок, если что-то случится, буди родителей. Пусть они меня из беды выручают. И пошла она по травке, да по желтому ковру. Мать и мачехи, яркому огню. Шла она, шла и дошла до середины полянки. Глядь, а там звездочка Махонькая лежит, как бусинка. Подняла ее Маша, зажала в ладошки. Сразу темно стало. Звери испугались, зашумели, а Маша снова ладошку разжала и стало светло, как утром. Вот так чудо! Заволновались зверята. Что же нам с ней делать? Отдайте нам, сказали зайчата. Мы ее дома вместо лампы повесим. Нет, нам закричали лисята. Мы ее маме подарим. Нет, нам возмутились волчата. Мы из нее фонарик сделаем. Будем ночью на рыбалку ходить. Нет, мне обиделся медвежонок. Это я ее нашел. Всем хотелось такую звездочку. А вдруг она потерялась и хочет домой? Сказала Машенька. И звездочка тут же замигала. Она нас слышит. Ойкнули зайчата. Она нас понимает. Ахнули лисята. Она хочет домой. Вздохнул медвежонок. Надо вернуть ее на место. Ухнул старый филин. Конечно, нам бы она пригодилась. Но ведь звездочке хочется. Домой жалко ее. Как же мы ее вернем? Удивилась Машенька. Она такая круглая, такая маленькая. Не вешалки, не крючочка. Как она на небе держаться будет? Надо помочь ей взлететь. Подумав, сказал филин. Давайте я занесу ее высоко-высоко и заброшу на луч луны. Так и решили. Взлетел филин выше самого высокого дерева. К самому большому облаку размахнулся и закинул звездочку на серебряный луч. Звездочка качнулась, мигнула и полетела по лучу вверх. Ура! Получилось! Закричали все и разошлись спать. И всем друзьям приснились ночью удивительные и волшебные сны. Эти сны послала им благодарная звездочка. Сказка про дом, который любил чистоту и уют. Жил-был дом. Это был очень красивый, веселый и приветливый дом. Вот только в доме не было хозяев. И дом ждал, когда же они наконец появятся. Наконец-то этот день настал. В дом поселилась целая семья. Мама, папа и мальчик. Как же рад был дом! Как он мечтал о том, как дружно они будут жить вместе. Я буду помогать им, буду защищать их от бед и ненастья. А они будут обо мне заботиться. Думал он. Вот, наконец-то семья въехала в дом. Расставила мебель. Разложила по местам вещи, игрушки. И жизнь потекла. Только вот, к сожалению, совсем не так, как представлял ее себе дом. В первый же вечер, перед тем, как пойти спать, мальчик разбросал свои игрушки по всему дому. Он даже не обратил внимания на то, что родители попросили его убрать за собой после игры. Это продолжилось и на следующий день. Книги, игрушки, карандаши теперь были разбросаны повсюду. Дом нахмурился. Он не знал, что ему предпринять. Прошло еще несколько дней. И дом понял, почему мальчик не хотел убирать за собой. Он просто делал то же самое, что и его родители. Папа везде оставлял свои вещи. Мама часто забывала помыть посуду. А уж о том, чтобы вымыть полы или окна, и речи не было. Дому было очень грустно. Он ведь так хотел сделать жизнь своих хозяев счастливой. А они совсем не хотели помогать ему и проявить немножко заботы. Разве в таком грязном доме люди могут быть счастливы? Думал он. Нет, не нужны мне такие хозяева. Лучше самому. Вот и решил дом выгнать эту семью. Для этого он стал гудеть по ночам. Вот так, тихонько. Гудел он несколько дней подряд. Семья подумала, что в доме живут привидения. Они собрали свои вещи и уехали. Правда, дому все равно было очень и очень грустно. Поэтому он совсем не обрадовался, когда через несколько дней в него въехала другая семья. Мама, папа и девочка. Мама с девочкой вымыли полы и окна. Повесили разноцветные занавески. Поставили горшки с цветами. Дому это так понравилось, что он улыбнулся и настроение его сразу улучшилось. Перед тем, как ложиться спать, Девочка убрала все свои игрушки. А потом мама почитала ей интересные сказки. Дом с удовольствием слушал сказки. Как же они ему понравились! И снова жизнь потекла своим чередом. Новые хозяева очень заботились о доме. Убирали его. Девочка всегда раскладывала по местам свои вещи, книги и игрушки. А еще она помогала маме. Вытирала пыль, подавала прищепки и многое другое. Когда семья возвращалась домой в плохом настроении, дом делал все возможное, чтобы им становилось веселей. И семья очень любила дом и была в нем счастлива. Дому было так приятно, что временами он даже начинал петь. Как хорошо мы все живем! Хорошие люди и их милый дом, уют и счастье, и доброта. Тара-та-та, тара-та-та. Только он пел тихо-тихо, чтобы хозяева не услышали его и не испугались. Ведь это были самые лучшие хозяева на свете. А он был самый счастливый дом. Сказка о добром драконе Далеко-далеко В песках мрачной пустыни Жил дракон. Он чувствовал себя очень одиноким, потому что у него не было друзей. Когда-то, много лет назад, дракоша хотел поселиться рядом с людьми. Но там, где он появлялся, люди бежали из своих домов в страхе и ужасе. Тогда дракоша ушел в пустыню, чтобы никого не пугать и не беспокоить. Он хотел подружиться с птицами, но они облетали его за много километров. И даже большие, сильные звери не приходили к нему в гости. Потому что никто на свете не мог предположить, что драконы тоже бывают добрыми. Однажды по пустыне шел караван. Важно шагали верблюды. Люди в белых одеждах погоняли их, а замыкал шествие маленький верблюжонок с мальчиком на спине. Жаркое солнце разморило мальчика. Он уснул и сам не заметил, как свалился в песок. Сон его был так крепок, что он не сразу проснулся, а когда открыл глаза, каравана уже не было видно. Ну, дела! Сказал себе мальчик. Побегу догонять! И он пустился бежать. Но так как в пустыне везде один песок, очень трудно разобраться, в каком направлении нужно идти. Мальчик, конечно же, заблудился. Когда солнце опустилось за горизонт, усталый, измученный мальчик вышел к пещере дракона. Увидев дракошу, мальчик совсем не испугался. Он был еще маленьким и не знал, кого надо бояться, а кого нет. Я хочу есть и пить, сказал мальчик. Разреши мне отдохнуть в твоей пещере, у меня совсем нет сил. Конечно! Обрадовался дракоша. Наконец-то к нему пришел гость. И, может быть, им удастся подружиться? Дракоша приготовил мальчику еду, принес для него воды из источника. А когда мальчик лег отдыхать, рассказывал ему сказки. Играя и беседуя, они провели следующий день. Вечером мальчик сказал, Мне хорошо у тебя, но нужно догонять караван, только я совсем не знаю, куда идти. Не беда! Улыбнулся дракоша. Садись ко мне на спину, мы поднимемся высоко в небо и оттуда увидим людей и верблюдов. Так и сделали. Вон они! Закричал мальчик. Ну, держись крепко, сказал дракоша, и они пустились вдогонку. Все очень испугались. Верблюды шарахнулись в разные стороны. Женщины закричали, дети заплакали. Мужчины достали оружие, когда перед ними опустился дракон. Поднялся такой вой и крик, что струсил и сам дракоша. Но тут люди увидели на спине у дракона мальчика. Не бойтесь! крикнул он. Это мой друг! Все замолчали. Потом самый смелый человек подошел к дракоше и погладил его. А дракоша лизнул мужчину в щеку своим шершавым языком. Тогда все подбежали к дракоше, стали обнимать его и благодарить за то, что он помог мальчику. Там же на месте устроили праздник. А когда настала пора трогаться в путь, дракоша проводил караван до самого края пустыни. Прошло несколько дней, и в пещеру к дракоше пришли гости. Это знакомый караван. Возвращаясь, заглянул его проведать. Дракоша был очень рад. У него появились друзья и каждый раз, когда люди шли через пустыню, они обязательно навещали дракошу. А чтобы не сбиться с дороги, кто-то расставил по всей пустыне указатели. Дракоша живет там. Куда уложить зайчонка? Теплой лунной ночью мама зайчиха сидела и смотрела на своего зайчонка. Зайчонок крепко спал, положив голову на мамину лапу. Звездное небо служило ему одеялом, а мягкая трава постелью. Спи спокойно, малыш, прошептала мама зайчиха. Я буду рядом. В это время мимо пробегал крот. Он так торопился, что не заметил спящего зайчонка и споткнулся об него. Ай-яй-яй-яй, мама зайчиха, покачал головой крот. Разве можно укладывать малыша прямо тут? Здесь опасно, потому что утром фермер придет косить траву и увидит твоего сыночка. Но как же мне быть? Забеспокоилась мама зайчиха. Куда уложить зайчонка? Тебе нужно вырыть нору просторную и глубокую посоветовал крот. Туда и уложишь своего малыша. И мама зайчиха принялась рыть. Она безустали работала всеми четырьмя лапами. И когда нора стала просторной и глубокой, она отнесла туда своего малыша. Но зайчонку не понравилось спать в норе. Мама, мамочка, захныкал он. Здесь темно и сыро, я боюсь. В это время мимо проходил барсук. Ай-яй-яй-яй, мама зайчиха, пропыхтел он. Разве можно укладывать малыша прямо тут? Здесь опасно, потому что ночью куница выйдет на охоту и быстро найдет твоего сыночка. Но как же мне быть? Спросила мама зайчиха. Куда уложить зайчонка? Тебе нужно спрятать его в куче сухой листвы посоветовал барсук. Тогда куница ничего не заметит и пройдет мимо. И мама зайчиха принялась бегать туда-сюда, вперед-назад. Она собирала листья и складывала их в кучку. Когда кучка стала большой и мягкой, она уложила в нее своего малыша. Но зайчонку не понравилось спать в листве. Мама, мамочка, захныкал он. Листья шуршат и колются. Мне больно. Плач зайчонка услыхал черный дрозд, который сидел на соседнем дереве. Ай-яй-яй-яй! Мама зайчиха пропел дрозд. Разве можно укладывать малыша прямо тут? Здесь опасно. У лисицы острый нюх. и скоро она учует твоего сыночка. Но как же мне быть? Спросила мама зайчиха. Куда уложить зайчонка? Тебе нужно найти гнездо, посоветовал дрозд. Высоко, высоко на дереве. Туда, лисе, не добраться. зайчиха. мама зайчиха подпрыгнула повыше и забралась на дерево. Там она уложила зайчонка в пустое птичье гнездо. Но зайчонку не понравилось спать в гнезде. Мама мамочка захныкал он Мне страшно здесь высоко я упаду. Мама зайчиха взяла сыночка на руки и спустилась с ним обратно на землю. Она была без сил и не знала что делать дальше. «Ох!» схлипнула мама зайчиха «Где же найти безопасное место, чтобы уложить зайчонка?» Эти слова услыхала мудрая сова. «Не горюй, мама зайчиха!» сказала она «Вспомни, куда тебя укладывала спать твоя мама, когда ты сама была маленькой». И мама зайчиха вспомнила. Она вспомнила звёздное небо, которое служило ей одеялом и мягкую траву, которая была ей постелью. она вспомнила, как всю ночь от заката до рассвета мама сидела рядом и охраняла её сон. Ночь подходила к концу. На горизонте показались первые лучи солнца. Мама зайчиха поглядела на поле, где она прожила всю жизнь, где был её дом. Она увидела, что сегодня фермер пришёл пораньше и уже покосил траву. Теперь её сыночку ничего не угрожало. Мама зайчиха отнесла своего малыша на то самое место, где всегда укладывала его раньше и осторожно опустила на землю. Мамочка, прошептал зайчонок, знаешь, теперь мне совсем не страшно, ведь я в своей любимой кроватке. Спи спокойно, малыш, прошептала ему в ответ, мама зайчиха, я буду рядом. Как ёжик с медвежонком протирали звёзды. Вот уже целый месяц ёжик каждую ночь лазил на сосну и протирал звёзды. Если я не буду протирать звёзды каждый вечер, думал он, они обязательно потускнеют. И с утра он выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звёзд пыль и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл её и вешал на сосну сушить. Покончив с приготовлениями, ёжик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса, поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую, и потихонечку сучка на сучок подымался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звёзды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звёзды до блеска. Работа была кропотливая, и на неё уходила вся ночь. А как же иначе? ворчал ёжик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. Если медвежонок не протрёт звёзды, если я не протру звёзды, то кто же протрёт звёзды? Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны над своим домом, протирал звёзды и думал, удивительно, как это ёжику в голову пришла такая счастливая мысль. Ведь если бы ёжик не придумал чистить звёзды, их бы давно уже никто не видел, вон какая пыльная. И он дунул на звезду и потёр тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ёжика. И если с неба падала звезда, все в лесу знали, что это её нечаянно столкнул медвежонок. Зимняя сказка С утра падал снег. Медвежонок сидел на опушке леса на пеньке, задрав голову и считал и слизывал упавшие на нос снежинки. Снежинки падали сладкие, пушистые и прежде чем опуститься совсем, привставали на цыпочки. Как это было весело! Седьмая прошептал медвежонок и полюбовавшись в сласть облизал нос. Но снежинки были заколдованные. Они не таяли и продолжали оставаться такими же пушистыми у медвежонка в животе. Ах, здравствуйте, голубушка! сказали шесть снежинок своей подруги, когда она очутилась рядом с ними. В лесу так же безветренно медвежонок по-прежнему сидит на пеньке. Какой смешной медвежонок! Медвежонок слышал, что кто-то в животе у него разговаривает, но не обращал внимания. А снег все падал и падал. Снежинки все чаще опускались медвежонку на нос, приседали и улыбаясь говорили «Здравствуй, медвежонок!» «Очень приятно!» говорил медвежонок «Вы шестьдесят восьмая!» и облизывался. К вечеру он съел триста снежинок и ему стало так холодно, что он едва добрался до берлоги и сразу уснул. И ему приснилось, что он пушистая мягкая снежинка и что он опустился на нос какому-то медвежонку и сказал «Здравствуй, медвежонок!» А в ответ услышал «Очень приятно!» «Вы триста двадцатая!» Пам-парам-пам-пам заиграла музыка и медвежонок закружился в сладком волшебном танце и триста снежинок закружились вместе с ним они мелькали впереди сзади сбоку и когда он уставал подхватывали его и он кружился 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 всю зиму медвежонок болел нос у него был сухой и горячий а в животе плясали снежинки и только весной когда по всему лесу зазвенела копель и прилетели птицы он открыл глаза и увидел на табуретке ежика ежик улыбался и шевелил иголками что ты здесь делаешь спросил медвежонок жду когда ты выздоровеешь ответил ежик долго всю зиму я как узнал что ты объелся снегом сразу сразу перетащил все свои припасы к тебе и всю зиму ты сидел возле меня на табуретке да я поил тебя еловым отваром и прикладывал к животу сушеную травку не помню сказал медвежонок еще бы вздохнул ежик ты всю зиму говорил что ты снежинка я так боялся что ты растаешь к весне пока ты спишь а знаешь малыш когда волшебная ночь опускается на землю ты уже в постельке и глазки твои закрываются когда еще минутка другая и ты погрузишься в сладкий сон в разных уголках земли бодрствуют разные звери и птицы кто они и что делают пока ты спишь один грозный красавец тигр вышел на охоту и крадется в джунглях пока ты спишь два маленьких мышонка устраивают себе уютное теплое гнездышко в стогу сена пока ты спишь три озорных медвежонка играют в догонялки в заснеженном лесу пока ты спишь четыре голодных совенка сидят на дубе в ожидании мамы пока ты спишь пять веселых дельфинов играют на волнах синего моря пока ты спишь шесть пятнистых оленят перепрыгивают серебряный ручеек журчащий в солнечном лесу пока ты спишь семь гусей летят в гордом молчании в свете луны пока ты спишь восемь шаловливых кроликов играют в предрассветной дымке на лужайке пока ты спишь девять величественных слонов бредут к водопою пока ты спишь десять неуклюжих пингвинов выпрыгивают из ледяного моря и в развалочку идут по берегу где их радостно встречают сотни друзей пингвинов текст читала Татьяна Неделькина ставьте лайк и подписывайтесь в сундучке историй только добрые сказки на ночь спасибо что вы есть субтитры 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 и субтитры